И здесь мы поговорим про место артикля. Где он находится? Артикль ставится перед существительным. Так? Самое главное, перед существительным. Когда перед существительным стоит определение, то есть какие-то прилагательные, то артикль ставится перед ними. I'm writing letter. Я пишу письмо. Добавили какое письмо? I'm writing a business letter. То есть не ставим после бизнес. I'm writing a long business letter. Ливное бизнес-письмо. Все равно артикль будет стоять впереди, а потом уже определение. Второй пункт. Артикль the ставится после all и both. All это все. Both оба, когда мы говорим о двух предметах или людях. All the students of our group were present. Все среди нашей группы присутствовали, были присутствующими. То есть all the. Здесь наоборот. И же самое both. I have sent both the letters. Я отправил оба письма. I have sent both the letters. Both the. Артикль an ставится когда? После what? Вопросительного слова. Воспроцательных предложениях. What a wonderful day. Какой замечательный день. Но опять же должно быть существительным в единственном числе. Если в множественном числе, то естественно я уже не буду стремиться. После таких слов, как such, такой, quite, совсем или довольна, переводится. Rather, тоже довольна. It's such an interesting movie. Это такой интересный фильм. То есть such, а потом уже an. И дальше, an interesting movie. He's quite an old man. Он совсем старый человек. То есть он уже в образце. He's quite an old man. Quite, а потом an. То есть после этого слова ставим на тюрьму. С rather есть два варианта. Можно, как вот здесь сказано, да? It's rather a complicated question. Это довольно сложный вопрос. Но с rather можно сделать как по стандарту. То есть в начале артикля. It is rather complicated question. Но именно так вот с rather можно. С этим и так нельзя. Such, quite. После прилагательных с предшествующими so или to. Ну, короче, есть прилагательные. Допустим, simple, простой. И перед ним стоит либо so, либо to. И тогда артикль будет стоять после них. То есть it's not so simple a problem as it seems. Это не такая простая проблема, как кажется. То есть мы поставили so, потом прилагательный итог, а потом уже артикль. И за ним существует дело. То же самое, если вначале у нас to. Такой, допустим, it's too urgent a matter to postpone. Это слишком срочный вопрос. Matter – это вопрос, дело какой-то, вопрос, момент, чтобы откладывать. To postpone. Поставили to, затем urgent, потом a. Артикль. Вот такое простое, супер длинное видео. Субтитры сделал DimaTorzok